МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Портфель контрактов на полмиллиарда долларов и 2 тысячи участников. Пятый форум региона в Беларуси и России стал самым масштабным за всю его историю. С какими результатами вернулась из Могилева делегация Гомельской области, знают наши корреспонденты. Спасенный мир помнит их подвиг. В Добруши почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны земляков и отдали дань уважения ветеранам. На этой неделе здесь прошли торжества в честь 75-летия освобождения. Самые родные и любимые белорусские мамы сегодня принимают поздравления. Наши корреспонденты узнали о том, какими правами и льготами могут воспользоваться женщины, воспитывающие детей. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Главным событием этой недели стал пятый форум регионов Белоруссии и России. В Могилев приехали руководители государств, депутаты Национального собрания Республики Беларусь и Федерального собрания Российской Федерации, представители регионов и предприятий. На протяжении трех дней на пленарных заседаниях и в кулуарах обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Об итогах, важных для Гомельской области, далее в сюжете. Перспективы сотрудничества обсуждались и во время встречи председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко с главами регионов двух стран. Время меморандумов прошло, сегодня нужны конкретные результаты. Участники встречи говорят о достижениях и озвучивают предложения по дальнейшему сотрудничеству. От реализации программы «Союзный трактор» до разработки совместных мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы Великой Отечественной. Встреча завершается подписанием соглашений от межправительственного по поставкам сельскохозяйственной продукции в следующем году до региональных. Председатель Гомельского обл. сполкома Владимир Дворник ставит подпись на соглашениях о сотрудничестве с Республикой Бурятия, а также Самарской и Кировской областями. Совпадают абсолютные интересы в области цифровизации, в области внедрения телемедицины, с точки зрения экономии средств бюджета, с точки зрения удобства пациентов. Мы регион, который производит, так же, как и Белоруссия, большое количество сельскохозяйственной продукции. Мы одни из лидеров в нашем Приволжском округе по производству молока. Мы уже почти вышли на цифру миллион тонн молока, 7600 на средний надой на корову. И я думаю, что и здесь есть большая почва для сотрудничества, поскольку Гомель промышленный регион производит много оборудования для перепработки молока. Пленарное заседание с участием руководителей Белоруссии и России – ключевое мероприятие пятого форума регионов. Речь о приоритетных направлениях регионального сотрудничества. Сегодня производственная кооперация связана более 8 тысяч предприятий двух стран. Часто эти связи начинаются именно на региональном уровне. Именно в регионах наших стран начинается множество производственных технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Практически в каждом белорусском изделии будет аттрактор, большегрузные автомобили, легковой, бытовой прибор. Есть российский компонент. Вместе с тем, по словам Александра Лукашенко, в белорусско-российских экономических отношениях по-прежнему остается актуальная тема проведения согласованной политики в промышленности и углубления кооперации. За время проведения форум регионов доказал свою эффективность. Это еще одна площадка для президентов двух стран, руководителей регионов и представителей бизнеса для обсуждения ключевых вопросов межгосударственных отношений. Что ценно? Дискуссии между участниками форума носят заинтересованный предметный характер. Вот сейчас только коллеги выступали и говорили о совершенно конкретных вещах. С настроем на достижение хороших, конкретных, как в таких случаях говорят, договоренностей по дальнейшему расширению деловых и культурно-гуманитарных контактов между регионами наших государств. Подчеркну, Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией. Стремимся наращивать связи по всем направлениям, на принципах добрососедства и, разумеется, взаимной выгоды. Олег Сентюров, Анастасия Кучинская, Валерий Гопанько. Новости недели. В регионах Гомельской области отмечают годовщину освобождения от нацистских захватчиков. Первые торжества прошли 23 сентября в Комарине. На этой неделе эстафета перешла к Добрушу. Красная Армия взяла этот райцентр ровно 75 лет назад, 10 октября 1943 года. Среди юбилейных мероприятий акции «Молитва за мир» и «За родный край», «Прием ветеранов» и «Вахта памяти». Их участниками стали и наши корреспонденты. Первое письменное упоминание о Добруше содержится в опице владения Гомельского замка за 1560 год, когда эта местность входила в состав Великого княжества Литовского. Тогда главным занятием местных жителей было изготовление парусов и канатов. За прошедшее время на этой земле произошло много событий. Однако, пожалуй, самый значительный след в истории города оставила Великая Отечественная. 19 августа 1941 года сюда вошли оккупанты. Освободить населенный пункт смогли только 10 октября 1943. Позже специальная комиссия подсчитает, за это время в Добруше было уничтожено более 600 домов, школы и больницы. Ограбили даже местные церкви, забрали все более-менее ценное имущество. Символично, что мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения, открылись именно в православных храмах района. Ровно в 9 часов утра здесь началась акция «Молитва за мир». Это особенная служба. Сегодня на земле так много военных конфликтов, что молиться за мир нужно постоянно. Молитва за мир – это, прежде всего, состояние души. И насколько откровенно, насколько честно, скажем так, может, эта молитва исходит от человека, тем быстрее она будет услышана Богом. Память о земляках, участниках Великой Отечественной, священна. В год Малой Родины в Добруше решили установить мемориальные доски на улицах, названных именами героев. Первая такая доска появилась на улице контр-адмирала Георгия Михалькова, участника Гражданской и Великой Отечественной. Во время празднования 75-летия освобождения города в Добруше открыли еще три мемориальные доски. В памяти героев Советского Союза Федора Хлуднева и Ильи Власенко, а также Риммы Шершневой. 17-летняя девушка закрыла с собой амбразуру немецкого ДОТа. Посмертно награждена орденом Красного Знамени. Еще у нас есть улица, вращающая имена Героев Советского Союза Романова. Он у нас работал на бумажной фабрике Героя Советского Союза. И Полина Осипенко за беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток. Улица тоже на что имя. Вот хотим до конца года эту работу завершить. Вахта памяти проходит на месте знаковом для Добрушан. Эту братскую могилу создали в 1949-м, когда сюда перенесли останки красноармейцев из нескольких других мест. В 1960-м году здесь установили скульптуру солдата. В 1992-м – плиты с именами погибших. Правда, тогда точно знали только около ста фамилий. Благодаря поисковой работе сейчас неизвестных не осталось. На гранитных плитах имена и воинские звания всех 286 захороненных в этом месте. Поступила информация открытая для того, чтобы узнать действительность мест захоронений, списки вот этих захоронений. Ну и, соответственно, приводить каким-то образом документацию, более-менее соответствующий вид каждого воинского захоронения. Среди запланированных на этот день мероприятий прием ветеранов занимает одно из центральных мест. Сегодня в Дубружском районе их осталось всего 24. И, конечно, не все смогли прийти на праздник. Подарки, слова поздравления и концертные номера. О чем думают участники Великой Отечественной в эти минуты? Может быть, вспоминают своих боевых друзей, а может, свои первые дни в Красной Армии. Наши потери были значительными, а поэтому пополнение проходило в максимально сжатые сроки. Настолько, что иногда не успевали даже организовать полноценное питание. Соседи там, что было, тогда собирали это вот. То в сахаре сушили, вот как-то творог делали. И мы вот с этими, вот на своих вот, своей одежды и шли, ну, наверное, дней 10 или 15. Даже мало вспомнить. Ну, когда пришли, нас там размещили. Изучение малоизвестных, а то и вовсе неизвестных страниц Великой Отечественной – главная задача общественно-патриотической акции «Зародный край». С сентября прошлого года местная молодежь занималась исследовательской деятельностью. Сотрудники района больницы собирали информацию о военных госпиталях, находившихся на Дубуржской земле. Местный коммунальник сделал документальный фильм о партизанском движении, о лице, электронную версию, географии воинских захоронений. Акция оказалась настолько успешной, что теперь ее продолжение может последовать на областном и республиканском уровнях. Мы считаем, что эта акция очень актуальна, так как мало кто знает, вернее, в основном люди знают о Великой Отечественной войне, общую информацию. Но мало кто знает, как проходило освобождение, как проходили бои у себя в Малой Родине, то есть возле своего дома, на своей улице. Праздник в Добруже готовили общими силами. Средство на изготовление гранитных плит на братской могиле выделило областное отделение Белорусского фонда мира. На Дубуржском фарфоровом заводе изготовили партию сувенирной продукции. Кружек с надписью «75. Зародный край». Логотип предоставил областполком. Его разработкой занимались учащиеся Гомельского художественного колледжа. Дубуржский фарфоровый – пример успешного развития производства в районных центрах. Его продукцию знают в России, Украине, Казахстане, Германии, Польше, Ливане и Франции. После проведения модернизации нам удалось снизить себестоимость выпускаемой продукции и сдержать необходимость роста цен, что позволяет на сегодняшний день конкурентно выглядеть. 10 октября 1943 года Дубурж стал пятым районным центром, освобожденным от нацистских захватчиков. Еще через 47 дней части Красной Армии войдут в областной центр. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели из Дубруша. Сегодня отмечается День матери – один из самых любимых праздников осени. Марафон торжественных мероприятий в нашем регионе длился всю эту неделю. Накануне многодетные приемные мамы собрались на праздничный прием в областном общественно-культурном центре. Подробности встречи, а также других важных событий недели – далее в обзоре от службы информации. 19 женщин со всей Гомельской области получили ордена матери. Торжественная церемония прошла во время приема, приуроченного ко Дню матери. Всего такую награду имеют почти полторы тысячи женщин-гомельщины. Самым представительным на приеме был Октябрьский район. Отсюда на торжественную церемонию приехали пять женщин, которым вручили ордена матери. Сейчас в регионе проживают свыше 16 тысяч семей, воспитывающих трех и более детей. Семей, где растут пятеро детей и больше, на Гомельщине около 900. В Гомеле прошло 26-е заседание Межправительственной белорусско-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Главная задача в следующем году – выйти на товарооборот в 8 миллиардов долларов. В прошлом году этот показатель составил более 4,5 миллиардов. Одна из главных целей заседания – обсудить вопросы, которые станут актуальными на первом форуме регионов Беларуси и Украины. Он пройдет в Гомеле 25-26 октября. В экономическом сотрудничестве двух стран наилучшие перспективы в производственной кооперации, нефтехимическом секторе и сельском хозяйстве, а также строительстве. Постоянная комиссия по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности областного совета депутатов посетила Ветковский район. Главная тема выездного заседания – эффективное использование земельных участков после сноса ветхих и пустующих зданий. Мониторинг неиспользуемого имущества Ветковского района в прошлом году выявил 128 объектов. 40 из них было снесено. В результате освобождена площадь в 11 гектаров. Всего на территории Гомельской области после сноса ветхих объектов введено в хозяйственный оборот более 100 гектаров земель. Сегодня отмечается День работников культуры. Накануне на торжественное мероприятие пригласили сотрудников учреждений культуры и ветеранов отрасли, людей, имеющих звание народных и заслуженных. В приветственном адресе председателя Гомельского облсполкома подчеркивается, наша богатая самобытная культура – важный ресурс социально-экономического развития региона. И в качестве благодарности за самоотверженный труд и верность профессии, награды от Министерства культуры, областных совета депутатов и исполнительного комитета отраслевого профсоюза. Православная церковь отмечает сегодня покров Пресвятой Богородицы. Верующая в этот день вспоминает чудесное явление Божьей Матери в церкви Константинополя в середине X века. Чудо произошло во время всенощного бдения, когда город находился под осадой. Богородица явилась в окружении ангелов и в сопровождении святых, и вместе с жителями, преклонив колени, молила Господа защитить людей. Затем она распростерла свое широкое белое покрывало над молящимися, защищая их от врагов. А наутро стало известно, что неприятель отступил. С тех самых пор люди стали обращаться с молитвой к Богородице, прося ее о покрове. Реконструкция моста через реку Припять вышла на финишную прямую. Строители укладывают асфальтобетонное покрытие. До полного завершения работы остается около месяца. Но уже сейчас можно констатировать, что обновленный мост будет более надежным и долговечным. Масштабы работы ценили наши корреспонденты. Трещина в железобетонной конструкции моста, который соединял Житковичи и Туров, появилась в декабре прошлого года. Объект признали аварийным и закрыли для движения транспорта и пешеходов. Проблему решили при помощи понтонной переправы. Сегодня за сутки ею пользуются около 3000 автомобилистов. Для большегрузов действует паром, который ежедневно перевозит до 100 единиц техники. И все же заменить такой значимый для района объект, как мост через Припять, невозможно. Строители сделали все, чтобы временные сложности не затянулись надолго. Примерно за пять месяцев проведена огромная работа. Железобетонное коробчатое строение было взорвано, демонтировано, убрано с объекта. На этом месте появилось металлическое пролетное строение, которое в разы легче, долговечнее, надежнее, скажем так, того, что было. Строители, архитекторы, экологи и контролеры почти круглосуточно работают на объекте. Задача – завершить реконструкцию к началу ноября. Сейчас работы находятся на финальной стадии. Идет укладка дорожного покрытия. После асфальт появится на подъездных путях к мосту и начнется установка барьерного ограждения. Финальная точка – электроосвещение и благоустройство прилегающей территории. Работы завершатся 7 ноября по мосту. Движение пустится тоже, как планировали 7 ноября. Пока что идет опережение графиковой строительства буквально пару дней. Конечно, район, я думаю, и близлежащие районы ждут с нетерпением, когда откроется связующее транспортное звено между левым и правым берегом Припяти. После сдачи объекта в эксплуатацию начнется разработка аварийного моста через СОЖ на трассе М8. Он с августа закрыт для всех транспортных средств. Рядом будет построен новый мост. Кстати, подобный проект в нашей стране будет осуществляться впервые. Дмитрий Котов, Александр Лупиненко, Сергей Лукашук. Новости недели. Житковичский район. В Жлобине живет женщина, которая родила и вырастила 13 сыновей и дочерей. В Добружском и Мозырском районах есть семьи, где растет по 11 детей, в том числе приемных. Всего же в регионе более 16 тысяч многодетных семей. Орденом матери награждены 1440 женщин. Около 80 в этом году. Сегодня, в День матери, наши корреспонденты расскажут о том, какими правами и льготами могут воспользоваться мамы Беларуси. А жители Гомеля поздравят своих любимых мам с этим замечательным праздником. День матери наша страна отмечает в 23 раз. Самое главное для женщины-матери – это здоровье детей, моральная и физическая поддержка семьи, помогать стремиться и государство. Это выплаты при рождении ребенка, трехлетний декретный отпуск, материнский капитал, льготные кредиты на строительство жилья, дополнительные свободные от работы день в неделю. Женщины-матери, согласно трудовому законодательству Республики Беларусь, действительно имеют определенные льготы и гарантии, которыми они имеют право воспользоваться в период осуществления трудовой деятельности. Например, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, они не могут быть направлены нанимателем служебную командировку, не могут быть привлечены к работе в выходные дни, в праздничные дни, в государственные праздники. К работе в ночное время женщины, которых детки до трех лет, привлекаются только с их письменного согласия. А вот тоже мамы, которые имеют детей в возрасте от трех до четырнадцати лет, они направляются как в служебную командировку, так привлекаются к работе в выходные дни, к сверхурочной работе, только с их письменного согласия. Если мама многодетная, и если у нее трое и более деток, либо ребенок-инвалид воспитывается в семье до восемнадцати лет, то такая мама имеет в соответствии с законодательством Республики Беларусь право на один свободный день в неделю с оплатой в размере среднедневного заработка. Сейчас готовится новая редакция Трудового кодекса, где не только мамы, но и отцы получат дополнительные льготы и возможности. Что касается существующих, то в зависимости от количества детей белорусские матери имеют право и на целый ряд преференций со стороны государства. Кроме того, Беларусь – одна из немногих стран, где мать может не выходить на работу три года после рождения ребенка и при этом получает ежемесячное пособие. При рождении первого ребенка женщина получает единовременную выплату свыше двух тысяч рублей, при появлении второго и последующих – около трех тысяч. А когда на свет появляется третий малыш, имеет право на материнский капитал в размере десяти тысяч долларов. С 2015 года введена кардинально новая для нашего государства мера поддержки семей с детьми – это семейный капитал. Семьям при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей предусмотрена единовременная безналичная денежная помощь в размере десяти тысяч долларов США. Местными исполнительными распорядительными органами с января этого года принято 1260 таких решений. Всего с начала действия этой нормы, то есть с 2015 года, открыто 9 350 депозитных счетов на сумму 93,5 миллиона долларов США. Воспользоваться средствами семейного капитала семья сможет по достижению ребенком, в связи с которым у него возникло право на значение семейного капитала 18 лет. Наверное, одно из самых ощутимых направлений государственной поддержки – помощь многодетным семьям при строительстве жилья. Она оказывается согласно указу номер 240. Если в семье трое несовершеннолетних детей, государство компенсирует проценты по кредиту и основной долг на 95%. Если четверо и более – на 100%. В Гомельской области в этом году жилищные условия улучшили свыше 1200 многодетных семей. Всего в регионе проживает около 16 тысяч семей, которые воспитывают троих и более детей. Ежегодно их количество увеличивается в среднем на 9%. В Гомельской области осуществляется строительство 59 таких домов. 22 дома будут введены в этом году и 37 домов будут введены в следующем году. Это порядка 5000 квартир. В Гомельской области в прошедшем году на свет появилось около 16 тысяч детей. Тенденция последних лет такова, что женщины все чаще стали рожать второго и третьего ребенка. Если в 2005 году на долю первенцев приходилось почти 57% от общего числа родившихся, то в 2017 году первыми у мам родилось 38% детей. Пятыми по счету и более в области родилось 350 детей. Вот и получается, что этот праздник касается каждого. Хоть нельзя сказать, что он очень популярен и широко празднуется, но главное, другое, день матери, еще и хорошая возможность по телефону или лично сказать своим родным людям о том, как сильно мы их любим. Я безумно ее люблю и желаю ей крепкого здоровья и всего самого хорошего. Желаю, самое главное, крепкого-крепкого здоровья. Мы тебя все очень сильно любим, чтобы ты всегда улыбалась. Успехов, здоровья. И я очень сильно люблю. Здоровья. Всего самого хорошего. Хочу поздравить свою маму, ну и вообще всех матерей нашей Беларуси и города Гомеля с Днем Матери, потому что мама, у каждого человека одна. Маму нужно любить, ценить и уважать. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели. Король музыкальных инструментов орган во все времена ценился за свое величественное звучание. Глубокое многогранное, но заменяет собой целый оркестр. Недаром концерты органной музыки в столичных костелах каждую неделю собирают все больше ценителей музыки. Камельчане и гости нашего города на уходящей неделе также смогли насладиться широтой диапазона этого музыкального инструмента. С концертом в областном центре выступил белорусский музыкант и исполнитель Валерий Шмат. Об этом и других ярких культурных событиях региона расскажет Анна Корольчук. Орган называют самым грандиозным музыкальным инструментом. Чтобы ощутить полную мощь его звучания, требуется специальная акустика помещения. Именно поэтому площадкой для проведения концерта стал камерный зал Дворца культуры железнодорожников. Произведения разных стран, эпох и жанров. В репертуаре Валерия Шмата есть и собственные композиции, и творения классиков. Белорусский органист не только блестяще играет на инструменте, но и одновременно исполняет старинные хоралы и арии. Гости вечера услышали латынь, итальянский, немецкий и славянские языки. Выступление сопровождал камерный хор под руководством Елены Соколовой. Кстати, музыкальный инструмент Валерий Шмат спроектировал самостоятельно. Современная технология позволяет передавать звуки органа с помощью акустической системы. Чонский монастырь. Истории и судьбы. Презентация второго издания серии «Духовное наследие Гомельщины» прошла в Центральной городской библиотеке имени Герцена. Авторы книги Сергей Цыкунов и Наталья Козлова более семи лет собирали материалы об одном из самых древних монастырей Гомельщины, который был разрушен в 1943 году. Именно в нем приняла постриг святая покровительница Гомеля Манефа. Найденные монастырские святыни сейчас можно увидеть в экспозиции музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. В кинотеатре «Мир» на этой неделе прошли Дни корейского кино. Зрители увидели три современных корейских фильма разных жанров. Все киноленты сопровождались русскими субтитрами. Кроме знакомства с фильмами, гости фестиваля смогли погрузиться в атмосферу корейской культуры. В холле кинотеатра в музыкальном сопровождении представили выставку национальных кукол и фотографий. Пожалуй, самым резонансным событием этой недели стал документальный спектакль «Семь», который прошел в Гомельском городском молодежном театре. Международный проект посвящен борьбе против домашнего насилия. Семь женщин-драматургов провели серию интервью с семью женщинами-активистками из России, Пакистана, Камбоджи, Нигерии, Гватемалы, Афганистана и Северной Ирландии. Их монологи стали основой пьесы, которую ставили в 30 странах. В каждом городе сценарий читает новая труппа, участники которой известные люди региона. Чем нас порадует следующая неделя? Узнаем прямо сейчас. В картинной галерее Гавриила Ващенко откроется выставка классика литовской фотографии Антана Сосуткуса. Его цикл «Люди Литвы» – это бесконечная серия фотографий, в которых автора интересует глубина души человека с его радостями и переживаниями. Симфонический оркестр города Гомеля отпразднует свой 30-летний юбилей вместе со слушателями и друзьями-артистами. Помимо постоянных дирижеров коллектива «Мурада» Суила и Владимира Милютина, на сцену общественно-культурного центра выйдет главный дирижер симфонического оркестра «Белтелерадиокомпании» Александр Сосновский. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин